О, что сказали? Ну, я у себя в секретном ТГ, как бы, примерно так намекнул, что это... Да при чем тут Мизулина? Вы что, на мой секретный ТГ, п***ь, не подписаны, что ли? Алло. Я ж там сегодня написал. Я говорю, казино отменяется. Помните, я как-то раз, ну, неоднократно у себя на стриме, у меня горела жопа, когда я видел новость о том, что Кик предложил кому-то там какой-то стримерший контракт на 100 миллионов долларов. Я такой, what the f***? Есть я, я всего лишь миллион возьму. Ну и все, пока я не могу ничего рассказать. Вот. Потому что пока подробностей нет. Во вторник, на следующей неделе... Если, конечно, я буду стримить, но окей, тогда, получается, в среду, на следующей неделе я смогу уже рассказать вам подробности. И то, если мне разрешат. Вот. Поэтому с казино я пока решил повременить. Так-то я сегодня вообще должен был подрубать, уже на Кик, казик. Ну, а раз такая телега, как бы, да, я такой, не-не, я лучше не буду тогда пока подрубать на Кик. Подожду, пока обсудим. Кое-что. И все. А там посмотрим. Я, я как бы, видите, я реально стараюсь... Скажется, охвататься за любую возможность, которую мне предлагают. Лишь бы не казино, лишь бы не казино. То есть какой-то рекламодатель, или какой-то контракт, или еще что-то. Главное, не казик. Вот. На Кик запрещена политика в любом ее виде. Ну, значит, будем казино стримить, что я могу тебе сказать. Или будем договариваться с Киком, чтобы разрешили мне стримить политику. Да. Не, давайте так. Даже если, например. Даже если, например. Вот даже если, например. Вот даже если, например. Произойдет такая тема, что Кик мне, предположим, заплатит какие-то заоблачные суммы. И я перейду туда стримить. Кик никогда не подписывает... Давай. Делай предложение о Лине. Сперва зуб. Теперь ты потом, братишкин. Да подожди. Кик никогда не подписывает эксклюзив со стримерами. То есть, если мы подпишем контракт, я все равно смогу стримить на Твиче. Как это делает XQC? Только это, конечно, будет тяжело совмещать. Потому что и там, и там... Условия Кик такие, что ты должен стримить на Кик больше, чем на Твиче. Ты можешь и на Твиче, но на Кик надо больше. Тогда я буду стримить 24 на 7. Реально. Как бы они мне уже предлагали вариант. Еще давно, в прошлом году. Но они мне предлагали мало. Кик. Речь шла о том, что они мне будут платить 200 долларов в час. Но это мало. Мало, к... Чел, это вообще... Это мелочь. Это... Ну, это реально мало. Я что, 200 долларов в час променяю? Точнее, наоборот. Канал на Твиче променяю на 200 долларов в час? Канал на Твиче, которому 12 лет? Где 2 миллиона, почти 2 миллиона фолловеров? Это история... Это не то, что я там за неделю сделал. Это 12 лет кровопотливой работы. Это... Алло. Это история... Это легенда. Здесь сколько у меня... Ээээ... Людей. Подписчиков. Активная аудитория? Это ж важно. Свет. А там что у меня? 10 тысяч? Ну да, тоже активные. Хотя, опять же, да, 2 миллиона. Ну где? Какой актив? Большая часть из них мертвые здесь уже сидят. Когда... Там, я не знаю, кто-то когда-то зафоловился и больше не приходит. Да. 2 миллиона, а смотрят 8 тысяч в среднем. Причем, что забавно... На кик примерно столько же будет. Хотя там... Сколько у меня там будет? Я не знаю. 20 тысяч фолловер. Вот. Поэтому... Да. За 1 к баксу в час пойдешь? Да. Ну это уже другой разговор. Ну давайте посчитаем, предположим, да? Да, спасибо. 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 Давайте посчитаем. А подожди, сдать книжку. Дружище, скажи, пожалуйста, чувствуешь ли ты в повседневной жизни себя уютно? И что для тебя создает уют? Подожди. Из вопроса... Зайди в последний пост своего тега и почесал комменты. Да насрад! Мы прощаемся с... Да все, дай ты это... Так, 200 долларов, да, в час, например. В среднем я стримлю 5 часов. Правильно. 1000 долларов за один стрим. Предположим. Соответственно, берем... Тогда как делаем? Предположим, 25 стримов за месяц. 25 тысяч долларов в месяц. 25 тысяч умножаем на 12. 300 тысяч долларов в год. Да, вообще полная, ребят. Ну это же вообще... Берем эти 300 тысяч. И отнимаем 30% налогов. 210 тысяч остается долларов. Ты-ты-ты... Ребят. За год! Извините меня. Да мне проще остаться на Твиче, а согласиться на рекламу казино и заработать куда больше. Ну это же полная... Вы просто не шаритесь, те, кто пишут... О, блядь, сколько-то... Это же много! Вы идиоты, блядь, в таком случае. Чел коч, ты конченый. 12 лет на Твиче стриме, чтобы его променять на 200 долларов... На 200 тысяч долларов в год? Братан, я не ради этого пыхтел здесь. 12 лет, братан. Когда эксквизи предлагают 100 миллионов долларов, а мне 200 косарей, я шо... Я что, какая-то обезьяна? Я шо, обезьяна? Я уважаю себя и свою аудиторию. Если уж продавать вас, то не за эту е**ть мелочь. Но серьезно. Но реально. Надо хотя бы продаваться так, чтобы этим можно было гордиться. Понимаете? То есть, я ухожу на Кик, и у меня потом будут спрашивать. Тебе сколько дали? Я скажу, 200 тысяч. Я скажу, что ты уже долб... А так, я уйду, например, и мне скажут... Спросят, за сколько, грубо говоря, миллион долларов. Уважение. Уважение, молодец. Вот это, конечно... Да... Понимаете, звучит по-другому. А вот это... Да я лучше казино постримлю. Извините, конечно. Здорово, Чарль, здорово, Хер. Как долго я в девках ходил? Знаешь, почему тебе сказали, 200 долларов в час будут платить? Чего-чего? Объяснюсь. Ты не сказал кодовые слова им. Точнее, фразу. Тихо. Усатый муравейник. Там бы сразу подсуетились. Цифры типа посчитали. А да. Вместо 200, начало бы 600. А так как ты не в теме, ну, извини уж. Забыл сказать так сказать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что у нас сегодня в программе? Давай, вещай. Хе-хе-хе. Хе-хе. Спасибо, усатый муравейник. У нас в программе сегодня много чего. Очень много. Так вот. 600 тоже мало. Ну, алло. Ну, давайте вот... Ладно. 700 долларов в час. Хотя там вроде максимум 100 часов в месяц дают. Хорошо. Давайте 700... 70 тысяч долларов в месяц. 840 тысяч в год. Ну. Ну, нормально. Мало? А не, ну это уже... Ну, конечно, было бы неплохо округлить. Но налоги. Потому что если брать 840 тысяч, то это минус уже не 30, это где-то минус 40 процентов налогов. Это же... 504 тысячи остается у меня чистыми. Хе-хе. А-хе. 2 лям тогда надо? Не, надо тогда договариваться так, что, типа, вы мне платите вот эту сумму и еще покрываете налоги. Вот. Тогда окей. Переезжай в Техас. Но если я перееду в Техас, то все равно тогда не 40, а 30 процентов. То есть федеральный налог никто в Америке не отменял, даже в Техасе. Просто помимо федерального, в Нью-Йорке есть еще налог от штата, налог от города, налог от воздуха, налог от пердижа, собственного. А в Техасе только федеральный. Поэтому там я все равно буду платить, но меньше намного, чем тут. Поэтому вставай, Техас! А такое, кстати, не только в Техасе. Многие люди почему-то, видимо, не знают. Но если что, в Майами абсолютно такие же законы по налогам, как в Техасе. То есть во Флориде. То же самое. Там тоже нет налогов. Поэтому если выбирать, так лучше в Майами тогда. Ой, блядь. Будем думать. Мы так обсуждаем, как будто мне уже дали деньги. Че мы сидим тут, мечтаем? Я вообще не знаю, че будет. Господи. Давайте поговорим на следующей неделе. Сидим такие. О! Ну че, Хессус, давай, считай. Че, куда деньги потратишь? Губу закатайте. Губами дадут. Сидят, считают тут. Лям туда-сюда. Ну да. Ну да. Ну, ой. Вообще, можно, знаете как, если, например, мне реально там че-то там это самое туда-сюда. На Кик можно будет стримить все, а на Твиче Казик стримить. Ой, блядь, извините. О, блядь. Сидете. Сиде.